Всем привет, вы на канале SwapZone, мы в Краснодаре, меня зовут Василий. Мы уже вышли работать и прежде всего я хотел бы поздравить вас всех с наступившим 2024 годом. Желаю всем, чтобы этот год был лучше, чем предыдущий, чтобы все, что вы запланировали, обязательно сбывалось. Совсем недавно я столкнулся с такой проблемой, что YouTube удалил наш контент. И поэтому я решил перезалить этот видеоматериал, который был отснят еще в марте или в апреле прошлого года, поэтому смотрите. Еду сейчас смотреть Land Rover Discovery 2006 год, золотистый. Буквально позавчера, перед Пасхой, в субботу, он выскочил на Авито, я посмотрел. В принципе, машина меня по фотографиям устроила, сделал отчет автотеки, нормально, автомобиль не московский, иркутский. Какое-то время он прожил у нас здесь, в Краснодарском крае. Я договорился, что в воскресенье посмотрю этот автомобиль, но уже в воскресенье утром мои клиенты, заказчики, наши подписчики начали сбрасывать мне в почту это объявление и начали строить на базе этого автомобиля проект. Но я, конечно, никому не сказал, что я уже договорился его посмотреть. Вот, вчера вечером я возвращался из Услабинска и посмотрел этот автомобиль, договорился с собственником, что я, скорее всего, его заберу. Но прежде, чем я это сделаю, я хотел его помыть, помыть прямо на месте, чтобы более детально осмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, я его забрал, едем на базу. Везет нас эвакуатор, наш подписчик, все знает, ничего объяснять не надо. Значит, я поехал по своим делам, а машина направляется ко мне в гараж. Так, пробуем запустить. Давление масла не тухнет. О, потухло. Все, давление масла потухло, я его надую сейчас. Сейчас будем его оформлять. На осмотр. Катается на эвакуаторе пока. Ну, поменяем мотор, поставим 2УЗ и будет кататься уже самостоятельно. Шикарно смотрится в потоке машина, да? Золотистый, красивый. Так, ну все, автомобиль стоит на учете. Жертвуем одной записью в автотеке для того, чтобы не прилетели никакие аресты, ничего не случилось. Хочу показать недочеты, косяки. Ну, во-первых, здесь вот притертость и два скольчика. Сколы, в общем, в принципе, на всех дверях. Здесь вот небольшой капот, по-любому в частичный перекрас. Здесь вот потерто. Также везде вот мелкие сколы. Здесь, как обычно, мелкие скольчики. На этой двери вот скол у нас. Здесь, на этой двери вот здесь. Задние крылья нормальные. Не понимаю, зачем ставят вот это вот барахло. Реально создает проблемы каждый раз. Вот что на вот этом ландровере у нас проблема. От этих вот нахлобучек. Что на этом? Кстати, по-черному салон в перетяжке. Пока все вот в таком состоянии. Я надеюсь, вы догадались, да, что черный я продал. То есть, все, этот проект продан. Его осталось дособирать, доделать. И он у нас отправляется новому владельцу. Вот. А этот, ну, грех было не купить. Поэтому я решил купить. Рейлинги у него стоят. Заводский ландровер. Такой вот экземпляр по наружке. Так, теперь по салону. Ну, это как у всех. Вот это вот не как у всех. Ну, в любом случае, снимать сидение, память. Скорее всего, кожа подновлялась. Выглядит слишком хорошо для 2006 года. Но, когда садишься в белый салон, я всегда говорю, что ощущение, как будто ты арабский шейх. Здесь трещины. Это тоже в перетяжку. Все будет мыться. Руль, скорее всего, тоже в перетяжку. Как я и говорил, крыша, люк, музыка Logic 7. И печка. Впервые вижу. Вот здесь вот у нас кнопка на заднюю печку. Мониторчик есть. Без понтового разрешения. Ну, зато стандартный ландроверовский. Сзади все как обычно. Задние сидения всегда живые. В редких случаях, когда с ними что-то происходит. Здесь вот есть, видимо, дефлекторы для тех, кто сзади. А также эти дефлекторы есть в багажнике. Багажник сейчас я не открою. Но их покажу. Вот они. Вот. Музычка, которая мне очень сильно нравится. Вообще, Logic 7. Уважаю за качество звучания. В общем, вот такой автомобильчик у нас по салону. Салон в хорошем состоянии. Значит, будет сочетание, идеальное сочетание. Белые кожи арабских шейхов. Комфорт английского внедорожника с японской надежностью. Так, ну, поднял я его на подъемник. Вот, показать хочу. Значит, вот этот пневмобаллон, видимо, мененный. Видно, что работали по подвеске. Потому что прям в нормальном состоянии все резинки. Здесь вот немного пульник на тяге вывернутый. Но это тоже ерунда. Вот этот баллон, похоже, не менялся. Потому что он какой-то в коррозии. Но это можно почистить и будет нормально. Дальше. Здесь, как всегда, лэндроверы не гниют. То есть здесь все нормально с обеих сторон. Но перемещаясь на заднюю часть порога, всегда одна и та же картина. Здесь вот уже погнило. Погнило, причем серьезно. Это завтра, собственно. Поэтому у нас лэндровер сейчас на подъемнике. Завтра, привет человек, начнем это все устранять. Осложнит задачу нам вот этот момент. То есть это магистрали, идущие на задний отопитель. Это у нас антифриз. А с этой стороны абсолютно такая же картина по порогу. И здесь у нас хладаген. То есть сзади есть еще и кондиционер. Подножки у нас поменены. По ресиверу пока ничего не видно. Но, скорее всего, живой. Потому что сегодня он надулся тоже без проблем. Но по блокам клапанов он аккуратненько присаживается. Где-то дней за 5, за 4 он у нас подспустил. Здесь, значит, не знаю, видно. Вон вывернуло и разорвало пыльник. То есть у нас пыльники задних пневмобаллонов вывернуло и заживало с обеих сторон. Ерунда. Это все равно планировалось заменить. Так же, как и пыльники на передней. Вот здесь вот у нас коррозия. Это с обеих сторон она у нас. Ну, это стандартно. Это будет чиститься и антикориться. Рама везде, я думаю, видно, что она нормальная. Самое ржавое место это здесь. Ну, это ерунда. Вот. Что еще хотел показать? Ну, он весь комплектный. То есть все его заводские вот эти моментики там, вот эти моменты, все есть на нем. Грех было не покупать такой автомобиль. 19-е колеса. Как бы меня все устроило. Редуктор у него с блокировкой. Вон там все присмотреться. Да, вот. Там стоит мотор блокировки редуктора. Это хорошо. Максимальная комплектация. Ну, тут все как обычно. Раздатка. Защиты. В общем, такой вот экземпляр. Мне нравится. Я доволен. Ну, это все барахло будет распродаваться. Двигатель целиком с коробкой буду продавать. Ну, а там по отдельности потом автономки хорошо берут. В общем, это все разойдется. Вот. Такой вот автомобиль. Судя по тому, что у него фары раскосы, видимо, либо адаптацию нужно делать, либо они поломаны. Но это говорит однозначно о том, что здесь свет адаптивный. И это хорошо. Грех было не купить такой автомобиль. И прежний его владелец подумал точно так же, но у них путь был посложнее. Они сначала отправились за ним в Иркутск. В Иркутске они его купили, но он был снят с учета. По дороге у них изъяли номера, у них изъяли свидетельства о регистрации. Как-то доехали до Краснодарского края. И вот уже последние 80 километров своим ходом он преодолеть не смог. Застучал коленвал. Человек припарковался на обочине. Вызвали эвакуатор. И это было в сентябре. Сегодня у нас апрель. И вот все это время автомобиль стоял, пылился. Но было принято решение его продать. И чисто случайно я увидел его на Авито. То есть он не бился в моих настройках по поискам. Я его увидел. Я приехал так же по пути его посмотрел. А сейчас понимаю, что и мотор на него 2OZ уже тоже по делу случая заказан. Последний раз NVA Motors Василий Коллега летал в Эмираты. И один из пяти моторов заказывал я. Соответственно на него у меня есть свап-комплект. Он у нас уже стоит на учете. И теперь остается нам только заниматься этим проектом. Займемся мы им не раньше, чем в сентябре, наверное. Потому что у нас есть очередь. Но этот автомобиль также будет продаваться. И он также будет с двигателем. 2OZ FE. Он будет с ГБО четвертого поколения. Может быть пятого это зависит от того, успеет ли кто-то его купить. И дать свой вектор постройке этого проекта. Ну естественно антикор. Сейчас вот прям сейчас приедет мой друг. Начнем варить пороги. Ну и всякие мелочи. Такие как локальные подкрасы. Там вот эти вот линзы разберемся. В общем сделаем из него добротный полноценный проект. Потому что этот экземпляр этого заслуживает. Во время новогодних праздников, когда я наводил порядок в своих телефонах и компьютерах. Я наткнулся на этот мартовский видеоролик. И решил, что перезалью его опять на YouTube. Потому что мне просто жаль времени. Когда мы снимаем видеоролики. Тратится достаточное количество времени на подготовку. На саму съемку. А также на обработку этого материала. И мне просто было жалко своего просто так потраченного времени. Я не преследую цель снова пропиарить этот автомобиль. Чтобы его кто-то поскорее купил. Даже если кто-то и захочет купить. То его очередь будет где-то на глубокую весну. Или на начало лета. Да и вообще на днях звонил человек. Который хотел внести предоплату за этот автомобиль. Но я сказал, чтобы он приехал лично. Покуда он из Краснодарского края. А это не так далеко, как бывает иногда с нашими заказчиками. Ожидаем его после 10 числа. Будем обсуждать детали этого проекта. В видеоролике было сказано, что мы будем сюда ставить 2 ОЗ. На сегодняшний день мы можем поставить как 2 ОЗ, так и 648 дизельный мотор. Ну и я еще говорил, что там с головным светом какая-то проблема. Нет, никаких проблем нет. Я здесь катался на этом автомобиле по базе. Сегодня у нас 5 января. И автомобиль по-прежнему стоит возле бокса. Мы несколько раз к нему подходили. Пытались что-то сделать. Но по итогу мы сняли с него логи, когда строили 2 предыдущих проекта. И за что ему огромное спасибо. А также переварили пороги. Переварили сначала один порог. Потом так случилось, что в том году я попал в ДТП. Мы его выкатили. И через какое-то время мы переварили уже второй порог. Ну, пожалуй, все, друзья. Я считаю, что справедливость восстановленная. Время потраченное не зря. И видеоролик вы увидели. Всех с наступившим Новым годом еще раз. До скорых встреч. Всем пока.